Девушки отдыхают В этом году на 100 с лишним процентов возросло количество браков с Поднебесной, с нашими Наташами, братка. Едет китайский брат, едет. Меняем Турцию. Да. В этом году Россия обошла Таиланд и еще кого-то, куда раньше ездили китайцы. То есть там у них была политика вот этих вот. Иметь меньше девочек, больше мальчиков. Беременности с девочками прерывались, с мальчиками наоборот поощрялись. Что привело к такому перекосу. У нас 120 китайцев, там около сотни китаянок. А у нас перекос наоборот. Еще тогда пели, когда еще, как говорится, на мальчишек там 10, на сколько там, на 10 девчонок, 9 или 8 ребят. Отпустили ситуацию с Турцией. Совсем говорят, что забирайте этих Наташ, но подтянулись китайцы, братка. Новосибирцы. Да, я думаю, не отпустили, а денег у них стало поменьше. Короче, все же Камаровск, Новосибирск. Какахи, какахи. Вообще мы от них. А зависят, оказывается, реально. Вот ты посмотри, реально, все от России зависят. Вот возьми Турцию, да? Какахи, какахи. Наши девки туда ездили, ездили, сейчас все перекрыли им. Все, наши туда не пошли. Сейчас, смотри, с китайцами договор заключили, с японцами. Зачем ездить, когда сами люди сюда? Все, опять. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, пусть гора идет нахуй, да? Да, да, да. У нас девок дохера, мы ими пользуемся, они не получают того удовольствия. Ну и пусть ездят в Китай, пусть ездят в Японию. Ну как бы, ну вот в этом плане. А ты наоборот, да? Короче, да, смотри. Ты же минус, а я плюс. Да, да, да. Вот. Я вот, например, говорю, почему это плюс? Потому что у нас девок дофига, их и так не знаем, куда девать, вот реально. У каждого, блядь, жена, любовница, еще и третью хочет, да. Еще и третью хочет как-то там вот, ну палец хотя бы всунет, чтобы она подсасывала. К чему приведет все это? Ну, блин, не знаю. Может, получается, что не нас здесь заселят китайцы, а наши Наташи там заселятся в Китае. Китайцы не смогут заселить, господи, уже сколько об этом разговоров. Китайцы, китайцы ревнуют, китайцы ревнуют. Конечно, их там, блядь, и так. Их и так там прессинг. А тут еще там прессинг, а они сюда, шпилинг ездят. Охереть. Не знаю я, честно сказать, не знаю, что получится, что будет нормально, что не будет. Как проходят эти встречи? Бизнесмены из Китая, естественно, не лимита едут. Состоятельные китайцы едут в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Встречи эти проходят в чрезбрачное агентство определенное. Сертифицирую. Вот, бизнес. Вот видишь, бизнес. Проходит все как деловые встречи. То есть, это никакой не бордель, ничего. Все строго, как бы это самое. И все получается шикарно. Это бизнес. Вот тебе бизнес-идея. Не, ну а как, смотри. Взял, организовал. Фотографии 40, 50, 100, 200, тысячи девок. Туда заслал и все. По доллару, по доллару за каждую фотографию. По доллару за фотографию. Ну там, что там у них, юани. Что там у них. Можно нахер эти доллары. Надо забывать уже. Надо рубли и юани тогда уже. Это доллар уже. Нахер. Мы все равно к нему не принязаны. А тут уже, смотри, к Китаю привязываем. Попрос. Почему русский Ванька молчит? Он один устал, а второй отдыхает. Все. У нас два варианта. Слушай, ну а смотри, если мы говорим, опять же, хватает всем, вот да, у Васьки там и любовницы и все. Такое. Ну так оно есть. Слушай, ну а Наташа-то самих, как так для китайцев? Ну неужели, у нас же вообще как-то не принято было это все все, да, с китайцами-то дружить. Это же вообще, как сказать, неужели Наташа тут себе ничего найти не могут нормального? Или как? Или китайцы тоже крайний вариант? Ведь куча же всего. Нет, нет, нет. То же самое, что и с этой, и господи, куда они ездили-то. Турция, Египет. Та же самая Петруха. Та же самая Петруха. Да, похер с кем, главное деньги, вот и все. Любовь моряковь, какая любовь моряковь? Здесь чек между собой посадить, ты на них смотришь, о нихера, по-любому братья. Ну согласись, они все друг на друга похожи. Давай, что это за категория? Принцы-ждалки, ковырялки, олигарха-ждалки. Что это такое вообще? Кто это такие? Я считаю, что это именно принцы-ждалки, олигарха-ждалки. Которые вот именно не дождались, потому что это китайцы, здесь на всех уже не хватает богатых. Конечно, конечно. Там же смысл-то тот, что им по 40-50 лет, а они выбирают 25, максимум, 20-25 лет, максимум 28, то есть это максимум. То есть они выбирают до 20-25, и у них есть очень хороший календарик, они, вау, вот это Наташа подошла. То есть вот в этом плане все. Ты же возьми, тебе же вот предложи. У нас же тоже как бы в диковинку, да, негритяночка, китайничка. То есть как бы видите-видим, но... Но, назовем вот так вот, все же хотят, вот то же самое там... Понять суть событий. Понять суть событий. Понять суть событий. И самое главное, глубину. Понятие. Понятие. Глубо говоря, ясное дело, там из 10 девчонок одна может быть там влюбилась, а 9, ну, по-любому, то есть сидят. Значит, пожелаем найти себе хорошего китайца. Девчонки, будьте в курсе, что тема уже пошла. Да. То есть надо надеяться, верить, ждать, любить. Все нормально. Китайцы протянуть эту руку. Изучайте китайцев. Тема будет хайпово актуальная, когда приедут уже в твой город за твоей соседкой, за твоей женой, за твоей невестой. Они придут, они обязательно придут. Сейчас скажу. Ты сам сделал все для этого. Ты сам все сделал для этого. Сам. Так что не расслабляйтесь, булки держите. Или наоборот расслабьтесь. Булки держите в тонусе. Не, всегда ждут два полюса. Расслабься и получай удовольствие. Или напрягайся там уже. И получай удовольствие. В любом случае удовольствие будет только от чего. Удовольствие гарантировано. Да, да. Вопрос кому. Или отжатие, или разжатие. Это как это? Отжать или зажать. Славься нам уж, отважный брат. Мы и не забудем подвиг твой. Слава, слава отважным добровольцам. Слава нашей дружбе моему. Слава нашей дружбе моему. Слава нашей дружбе моему.